Приехали уже с Димой на озеро. Купаться, наверное, не будем, но приехали в разведку. Здесь 12 минут на велосипеде. Вот, кстати, велосипеды стоят. 12 минут на велосипеде от Димы находится озеро. Всем привет! С вами снова Денис и Дианочка. Сегодня мы в первый раз коляску переделали под летнюю коляску, потому что Диана уже взрослая, ей 9 месяцев, она уже не помещается в ту маленькую коляску, которая как люлька сделана, да, а уже мы перешли на такой летний вариант. Гуляем сейчас в этом районе. Дианочка уже спит. И посмотрите, что мы нашли. Я об этом еще не знал. Случайно, буквально метров 300 от квартиры, мы нашли вот такой красивый шпиль-плац. Здесь это площадка для детей, где есть гамак, где можно поваляться в гамаке. Здесь можно посидеть для родителей, укрыться от жары, от летнего австрийского солнышка. Какие-то игрушки валяются. Здесь для детей всякие такие классные вещи полазить. Видите, что здесь еще есть? Песочница есть. Классно вообще. Здесь паутина. Также здесь можно полазить для детей, которые уже постарше, на эту башню. Трактор. Водичка. Чтобы делать из песка замки. Вот здесь горка есть. Здесь также прикольно полазить для детей. Это вот дома. Вот, где Дима живет. Вот здесь дома рядом. Пройти, ну, наверное, 200-300 метров. И мы уже на этой площадке. Сейчас пойдем гулять. Сейчас направимся в центр. В центр этой деревни. Там прогуляемся немножко. Все новенькое. Все было сделано. Эта площадка была сделана специально для этого нового района. Но детей нету. Дети, наверное, в садике. Есть качели тоже. Ну, здесь даже самому можно немножко поспать. На улице так жарко. Вообще невыносимо. Сегодня обещают 25 градусов тепла. И мы сейчас где-то часик погуляем с Дианой. И потом пойдем уже домой. Потому что на улице очень-очень жарко. Красивые здесь, конечно, дома построены. Очень красивые гаражи, дома. Все новенькое. Там идет... Там вдали еще стройка. Где-то она еще год продлится, наверное. Вот дом на две семьи. Видите, какой красивый, большой здесь дом на одну семью. Тишина, спокойствие и уют. А мы сейчас направимся в центр. Немножко там прогуляемся. Посидим где-то на лавочке. Пусть Диана поспит. И потом домой. Все. Дианочка спит. Дианочка спит. Молодец. Только вышли, она сразу заснула. И отдыхает. Такие вот дома красивые. Есть также еще свободные участки. Но как свободные? Наверняка кто-то эти участки уже купил. Вот как с правой стороны. Видите, какой огромный-огромный участок. Купил и держит. Как инвестиция. И вот здесь еще один участок с этой стороны. Тоже еще свободный. Здесь очень красивые дома. Они большие. Они все новые. И такой целый новый район вот в этой деревушке появился. Здесь еще дом строится. И вот тут строятся также дома. Все строится из кирпича. Это знаменитый венский кирпич. Знаменит на весь мир. Называется Винноберга. Тигель. И с этого кирпича это все строится. Здесь будут вот таких два красивых больших дома. Будет гараж также. Здесь уже все построено с левой стороны. Район потрясающий. Классно здесь, конечно. И это минут 45-50 от Вены. Там тоже идут новые построечки. Вот там. Здесь кто-то построил. И вот так выглядит этот дом. На прогулке с Дианочкой направляемся в центр этого крутого городка. Деревушки. Вот прохожу сейчас майское дерево. Так называемый майбаум. Посмотрите. Какая огромная высокая сосна. Которая без веток. И только наверху стоят веточки. Его выставляют в мае. В начале мая. И это символ любви. Символ плодородия. И символ плодородия. И символ мира. И всего самого наилучшего. Это старая традиция. Которой сотни-сотни лет. И такое дерево выставляется не только по всей Австрии. И в большинство всех населенных пунктов. Но и так же выставляется и в Германии, и в Швейцарии, и в Словакии, и в Чехии. Вот какое оно огромное. И стоит оно долгое время здесь. Если не ошибаюсь, наверное, точно целый май. Здесь в центре также есть Унемарк. Это продуктовый большой магазин. Есть также аптека. Вот аптека есть. Здесь Райфайзенбанк. Рядом церковь. Красивый такой центр. Небольшой. Вот так идти гулять. Одно удовольствие. Вообще классно. Красивая деревушка. Похоженная, чистенькая. Просто идеальная чистая деревня. И вот здесь Райфайзенбанк. Кстати, отсюда уже начинается романтическая дорога. Которая ведет Вахау. Представляете, это очень круто, что отсюда, рядом, уже можно добраться в Вахау. Наверху написано направление на Вену. Вена, это центр Вены, 44 километра. То есть центр Вены, собор Святого Штефана, от этого населенного пункта, 44 километра. И вот так это все выглядит. Нашел сирень. Сколько сирени. Запах сирени, конечно. Сразу напоминает мне детство. Посмотрите, какой красивый вкус сирени. А здесь сразу находится Красный Крест. Такое вот здание. Везде растет сирень у людей во дворах. Видите? Какая красота. Хо-хо-хо. Какая красивая сирень. Здесь она разная, разная, разная. И белая, и какая-то розовая. И фиолетовая. Какая лавочка. Прикольно. С такими фотографиями. И очень красивая здесь улица. Потрясающе красивая улица. Интересно, куда она ведет. Мы сейчас дойдем до конца, я так думаю, этой улицы. Такие вот домики здесь. А, вот там, вот там вдали, где стоят тополя. Это тополь, наверное, да, дерево? Вот там уже конец этого населенного пункта. Конец этой деревни. КОНЕЦ Запах, я в шоке. Потрясающий. Вот, действительно, запах детства. Смотрите, даже на дороге, просто на дороге, вот такая вот красивая птичка. Круто. И украшает эту улицу. Посмотрите, кого я встретил. Посмотрите. Мы идем с Дианочкой гулять. И к нам прибежал вот такой вот котик. Как ему хорошо, как ему хорошо, как ему классно. Ты где живешь, кот? Что он удовлетворяет? Вот это котик. Да. Не то, что наша Эля. Да. Эля постоянно где-то спрячется. Боится. А это? Это простая порода. Ну да, я думаю, что это... Это такой... Любит людей. Ласкается. Блин, какой он классный. Ну что, котик, муркотик. Ладно, пошли. Он здесь себе загорает. Увидел нас, сразу побежал. И давай ласкается. Загорает здесь. Ласкается. Крапки пущай. Ля. Солнечные ванны. Ага. Точно. Получает, солнечные ванны. Где-то здесь живет. Да, где-то здесь живет он. Как это домик? Он так бегает, дорога рядом. Где-то здесь, на этой улице он живет. Чисто поешь? Это за ремешочек, без этого. Ага. Красавчик такой. Ничего не надо. А что это, в дождь и нету корм. Эй, все, пошел. Пока. Так это кошечка. Кошечка или кот? Я не разбираюсь сильно. Да, красивая. Все, траву живет. Живет траву. Живет траву. Какая она хорошая. Представляешь, здесь. Какая она хорошая. Останусь здесь жить, в этой деревне. И буду дружить с котиком. Такая раскраска красивая, да? Витаминки, короче. Ужить траву. Траву живет. Все. Котик пошел. А Дианочка спит. Диана уже выросла на всю коляску. Посмотрите. На всю колясочку уже Дианочка наша. Спит уже... Уже час. Уже час спит. Ну, еще часик, может, погуляем. И пойдем уже домой. Нахожусь сейчас возле церкви. Это центральная церковь этой деревушки. И вот вы видите, вот это огромное-огромное, высокое, старое дерево. Посмотрите на это дерево. Это вообще что-то, нечто. Я не знаю, сколько оно метров в высоту, но очень-очень высокое. И очень-очень старое. Так вот, это дерево было посажено на серебряную свадьбу Франц-Йозефа и Сиси еще в далеком 1878 году. Давайте мы посчитаем, сколько лет этому дереву. Кто быстро считает? Я знаю, что Вова Р. Математик, философ, профессор высших математических наук точно уже подсчитал. Вова Р. Сколько этому дереву лет? 1878 год. Напиши в комментариях под этим видео. Вот какое оно огромное. Очень большое. Вот какое это дерево большое. Какое оно толстое. Вот это да. Выше, чем церковь. Какая красота. И сейчас покажу вам также табличку, потому что, может быть, кто-то даже мне не поверил моим словам. Хотя я никогда не обманываю свою публику и своего зрителя. Дерево было посажено на серебряную свадьбу кайзера Франц-Йозефа в 1878 году. Представляете? Какое оно толстое. Хе-хе-хе-хе. И огромное-огромное дерево. Приехали уже с Димой на озеро. Купаться, наверное, не будем. Но приехали в разведку. Здесь 12 минут на велосипеде. Вот, кстати, велосипеды стоят. 12 минут на велосипеде от Димы находится озеро. Вот такие вот Дима купил велосипеды. Черный себе и белый Сандре. Я сегодня на велосипеде от Сандры. И вот какое чистое озеро. Чистейшее озеро. Ну да. Холодная вода еще. Но очень чистая. Эту воду наверняка можно пить. Как большинство озер, это питьевая вода. Круто. Посмотрите, какая красивая водичка. Да, там даже есть ресторан. Вот здесь, напротив, есть ресторанчик. Здесь бесплатно можно купаться. Бесплатный пляж. Супер. Вот это вода. Божественная вода. Такая прохладная, прохладная, прохладная. И бирюзовый цвет. Цвет воды просто бирюзовый. Не знаю, видно или нет. Сейчас переключусь. Покажу вам. Посмотрите на этот цвет воды. Какая красота. Какая она чистая. Идеально чистая вода. Здесь везде можно загорать. Но еще нет никого, потому что холодно. Такое озеро, но туда еще тянется дальше. Очень чистая вода. Но холодная еще. Наверное, надо еще где-то месяц, может быть, меньше. Но в июне можно будет уже купаться. Я думаю, в июне можно будет уже купаться. Она как раз прогреется. И это, ребята, это всего лишь 12 минут на велосипеде. На машине, наверное, 5 минут, да, Дима? На машине, 5 минут. Вот велосипед, который купил Дима с Андрой. Называется Bulls. Быки. Быки. А это, вот, Дима купил себе тоже. Это тоже та же самая фирма, да? Тазляхи. Тазляхи, да. То же самое, да. Только он взял черный. И сегодня мы еще установили такую с гелем мягкую сидушечку. Чтобы было комфортно ездить. И Дима купил такой держатель к телефону. И по навигатору мы сюда доехали. 27 передач здесь всего. Есть амортизатор. Амортизатор здесь блокируется также. Если ты едешь по трассе. Очень крутые велосипеды. Все вот эти переключатели. Коробка передач, конечно, это Shimano. Вот Shimano. Вот такая вот красота. И Дима взял со скидкой, если не ошибаюсь, 600 евро, да? 600 евро стоил велосипед. Один велосипед со скидкой 600 евро. Да, мне здесь нравится. Очень круто. Посмотрите на... Посмотрите только на эту водичку. Вот эта вода. И очень даже не маленькое озеро. Даже не очень таки маленькое озеро. Вот. Его размеры. Этого озера. Посмотрите, какая чистая вода. Я в шоке. Я сюда буду приезжать. И туда оно тянется еще. Сюда буду приезжать с Дианой купаться. Летом. Класс. Камыши. Трава. Трава. Мусорные баки. Ограждения. С той стороны. Ресторанчик. Все как должно быть. При этом это все бесплатно. Этого. Какая?